Вот по этому каналу рыбаки заходят в гавань, здесь порт Леба, такой небольшой порт. Если переехать где-то в 7-8 утра, можно всегда выпить у рыбаков свежие рыбы, но на данный момент есть копченая, соленая, ну и то, что осталось с утра. Вот такие рыбаки шкулы стоят. Также с рыбаками на одном из таких судов можно договориться о выезде на рыбалку. Это будет стоить 200 злотых, от 200 злотых в сутки. Вот на сутки выезжаете в море с ночевкой на катере или как на шхуне. Я не есть моряком, потому сильно в них не разбираюсь. Но на одном из таких, по одному из таких я лазил. Там получается на 28 человек. Есть места, кровати для тех, кто будет спать во время рыбалки. Но в море пока мясом не выходил с них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В принципе, сам город мне напоминает большущий торговый развлекательный комплекс. Здесь более 28 всевозможных клубов ночных. База отдыха. База отдыха. Вот такой вот вид у города только до 1 сентября. После 1 сентября заканчивается сезон. И здесь уже людей все меньше и меньше. Я здесь был зимой. Можно было ехать, пару человек увидеть на улице. Улицы практически пустые. Только местные жители здесь очень мало. Если хотите показаться по морю, каждый для себя может выбрать. Или же такую скоростную лодку. Может быть такой вот катер. Более спокойный, над 2,5 часа рейс. Или кому по нраву, пиратский корабль. Здесь можно не только поплавать, а еще угоститься какими-то вкусностями в местном ресторане-баре. Рейс на такой, то есть стоимость на билеты на такой корабль от 45 злотых. Смотри, какой корабль у каждого по-своему. Вообще-то кто-то от 45 злотых. Часовая прогулка. Продолжение следует... Вот на той стороне канала мы видим сам порт хлеба. Ну, здесь в основном частные яхты. Там пару рыбацких каких-то шпун стоит. В основном больше похоже на яхт-клуб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...